Деньги вперед требовал продавец в известном фильме и, как показывает практика, был прав. Покупатели тоже могут обмануть. Жители Казани задержали по подозрению в мошенничестве. Молодые люди убеждали, что товар оплачен безналичным способом. Однако деньги до владельца так и не доходили. Подробности в сюжете. При продаже телефона у меня дома. Пострадавшая жительница Чебоксар рассказывает, при каких обстоятельствах встретилась с задержанным. Она разместила в интернете объявление о продаже айфона седьмой модели. Молодой человек вместе с приятелем явились к ней под видом покупателей. За товар должны были расплатиться безналичным способом. Деньги показал ей чек. Далее что происходит? Профиксировалась через три дня. Пришла отметка. То есть, фактически, денежные средства ей не переводили и не собирались переводить? Так? Так. Пока банк обрабатывал запрос на перевод, злоумышленники обрабатывали жертву. Осуществляли перевод. Показывали, что осуществляли перевод. Звонили в банк. Банки подтверждали, да, перевод зафиксирован в обработке. Жительница Чебоксара отдала айфон молодым людям, но деньги за него так и не получила. Наслед предполагаемых мошенников напали сотрудники управления уголовного розыска МВД Почувашии. Как и предполагалось, подозреваемые оказались гастролерами. В ходе отработки и проведения оперативных мероприятий, было установлено, что они находятся на территории города Казани. Жители Казани 23-25 лет были задержаны полицейскими в тот момент, когда пытались таким же способом обмануть своего земляка. Но совесть, ранее судимый за имущественные преступления, тандем явно не мучает. Похищенный таким способом телефон казанцы успели реализовать за полцены от его реальной стоимости. Только в нашей республике по оперативной информации молодые люди причастны к трем фактам мошенничества. Пришли данные от коллег из других регионов, где зарегистрированы аналогичные преступления. Пострадавших просят позвонить по телефону 24 20 49 или 8 906 130 06 41.